В Наринмаре обсудили меры по сохранению и развитию ненецкого языка и культуры. Сегодня в Наринмаре состоялся круглый стол, роль семьи в сохранении языка, культуры, традиций и обычаев ненецкого народа. Он стал завершающим мероприятием Дней Ненецкой письменности в округе. Вероника и Фёдор Талеевы воспитывают 10 детей, и каждому из них они передают язык, обычаи и традиции своего народа. Сохранение языка – задача не только людей, проживающих в округе, но и власти. О том, как осуществляется данная деятельность в ходе заседания, отразили в докладе о роли органов госвласти в формировании языковой политики в округе, роли образовательной организации и семьи. Департамент образования и инвестиционное делает всё возможное для того, чтобы в данном направлении шла работа, причём и хорошо шла. Для этого в прошлом году у нас, безусловно, были выделены средства на учебную литературу. Сразу хочу сказать о медичном и оснащении кабинетов учебных. Свои лучшие практики представили руководители образовательных учреждений и преподаватели ненецкого языка из сёла округа. В прошлом году, в марте месяце, был окружной конкурс «Профессионал года», где была номинация «Учитель родного ненецкого языка». В данном конкурсе в нашем округе участвовали четыре педагога. Это два педагога из Нельминоса, учительница из Антик и из Красного. В данном конкурсе я победила и как победитель окружного конкурса «Профессионал года» была направлена на всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский, в Москву. Была специальная номинация «Учитель языков коренных малочисленных народов Севера». В том числе посредством видеоконференц-связи о своей работе рассказали заведующая детским садом села Несь, заведующая детским садом посёлка Бугрино и директор средней школы посёлка Индига. Также в рамках круглого стола состоялась презентация книги «Тропами предков», сборник материалов, комплексная экспедиция к канинским ненцам. По итогам заседания участники рассмотрели и приняли рекомендации. Продолжение следует...